В сердце Аллы Пугачёвой дают сбой. Больше двух недель прошли от кончины народного любимца, музыканта и исполнителя Евгения Осина. На прощальной панихиде собрались почти все его друзья и почитатели таланта артиста. Приехала туда и примадонна российской музыки Алла Борисовна. Ведь еще 30 лет назад с ее легкой руки Женя вышел на сцену и покорил публику. Было время, когда сам президент Борис Эльцин танцевал на выборах под аккомпанемент Осина. На траурной церемонии все отметили, что Пугачёва выглядела совсем плохо. Она была в черной шубе и шляпе, глаза были закрыты солнечными очками. Она должна была сказать прощальное слово, но не смогла, и ее под руки стали уводить телохранителей. Казалось, что в тот момент ей было тяжело придвигаться самой. Вместе с ней речь произнес супруг Максим Галкин. На следующие сутки начали распространяться слухи, что самочувствие женщины весьма пошатнулось, и с каждым днем Алла Борисовна чувствует себя хуже. Восемь месяцев назад она перенесла сердечный приступ, от которого до сих пор не может управиться. Алла Бугачёва стала плохо видеть. Ее все время изводят сильные боли, поэтому приходится принимать сильнодействующие средства с побочными действиями. После рождения двойняшек Гарри и Лизи, в этом году детям Аллы Борисовны и Максима Галкина исполнится пять лет, Пугачёва реже стала выходить в свет. Завершив гастрольную деятельность и поселившись в замке в деревне Грязь, Прементон она начала спокойнее относиться к своему стилю, и в инстаграме звезды все чаще стали появляться фотографии без грима. Многие хотят увидеть меня без макияжа, так сказать, без прикрас. Удовлетворяю ваше любопытство. Но не забывайте, что в апреле мне стукнет 69 лет, комментировала свои фото без боевой раскраски звезда. Даже к журналистам Пугачёва однажды вышла без косметики, в скромном платочке, без привычного эстрадного блеска. А недавно продемонстрировала перед камерой, что носит поверх волос шиньон, сняв накладку. Это я для своих детишек надеваю. Шумихи прибавилось, когда Пугачёва появилась на избрательном участке в джинсах, розовой кофточке, темных очках. Комментаторы снова возбудились. Слишком молодежный прикид. И почему это в темных очках худеть в помещении? Были и совсем хамские комментарии, и по поводу возраста, и внешности. И тут Алла Борисовна не сдержалась. «Люди добрые, я старею, и достаточно резко. Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива, и должна жить ради маленьких детей», написала Алла Пугачёва в соцсетях. «Желаю вам счастья и долгих лет жизни. Не старейте подольше ни душой, ни телом. Отправляйте свой янг и злобу на борьбу с проблемами в жизни более важными, чем мое старение и немощь. Я все равно в последние дни своей жизни буду думать о детях и о вас, которые своими аплодисментами делали мою жизнь насыщенной и прекрасной. Больше я ничего комментировать не буду. Услышьте меня и поймите с одного раза. Живем дальше». День спустя, на юбилейном вечере Ильи Резника, Аллу Пугачёву окружили за кулисами Кремлевского дворца журналиста. Спросили, почему вы решили ответить хаму? «Я старая, больная женщина», — сказала певица. «Увидела, что меня назвали бабушкой, старушкой, с подагрическими ногами, и я решила закрыть этот вопрос и сказать правду». Врачи запретили пластику. В сети все чаще появляются новости, мол, Пугачёва в очередной раз омотлодилась, посетила пластического хирурга. Но сама певица смеется над этими предположениями. Дискать, рада бы, да врачи не вилят. Да, несколько лет назад я приезжала в одну московскую клинику на консультацию. Хотела подкорректировать овал лица. Но мне отказали. Врачи сказали, что из-за моих проблем с сердцем и из-за того, что я курю, они не пойдут на риск. У меня же еще диабет. Так что придется мне стареть красиво, без всяких пластических операций. Напомню, из-за проблем в сердце певице пришлось пережить четыре операции. В 2010 году инстинтерированные в научном центре сердечно-сосудистой хирургии Лео Букерии. А до этого у артистки были две операции на сердце в медико-хирургическом центре имени Пирогова. Тогда в интервью КП Алла Пугачева объяснила, что ей пришлось уйти со сцены из-за проблем со здоровьем. Организм не выдерживает нагрузок о стройной жизни. Я могу в любой момент записать новую песню, но петь сейчас не могу. Пока еще плохо с голосом. Врачи после операции на сердце запретили им наловаться, нервничать. «Вы же не хотите, чтобы мне стало плохо на сцене?» – делилась КП Алла Борисовна. В мае прошла года, Примадонна снова пришлась лечь на больничную койку. У мамы был сердечный приступ, рассказала комсомолки Кристина Арбакайте. В итоге ей поставили еще один стенд в НИИ имени Вишневского. Долгие годы Алла Борисовна пыталась стать стройней и даже лежала в клинике для похудения. Но вес почти всегда возвращался. «Ох, сколько я этих диет знаю!» – смеется. «У меня был такой случай, я отдыхала в Италии и увидела в бутике потрясающее платье», – рассказывала Алла Пугачева. «Мне нужно было похудеть для него на 8 килограммов, хотя и на тот момент, в общем-то, худенькая была. И мне рассказали про одну эффективную диету. Два дня я ела только обезжиренный сыр и запивала его бокалом белого вина. Причем сыр можно есть только, когда действительно хочешь есть. Остальные дни можно было есть только постное отварное мясо и запивать его красным вином. «Соблюдать в Италии такую диету просто, потому что там столько сыртов сыра, такой выбор мяса. Диета потрясающая. Я очень похудела и влезла в платье своей мечты. Но мне так хотелось жрать, у меня до сих пор висит это платье на даче. И тогда, открывая шкаф, смотрю на него и говорю себе, «Ничего, когда-нибудь я его обязательно еще раз надену». А вот после рождения детей Пугачева стала очень стройной. Пришлось даже старую одежду перешивать. У Аллы Борисовны красивые ноги без селлита. И я сторонник того, чтобы одна из них показывала. Она не прятала под балахоном, рассказал в стиле звезды Алишер. Кстати, джинсы она теперь носит подросткового размера. Сама Пугачева в ответ на расспросы о диетах отвечает кратко. Мне в Израиле прописали таблетки, он диабета. Я начала их принимать и сдулась. Впервые глаза подвели Аллу Борисовну еще в 1983 году. Будучи на пике славы, Пугачева внезапно ослепила. Осложнение после урвей. Лечение не помогало, поэтому певица обратилась к знахарке. То ли от ее вмешательства, то ли организм взравился сам, но зрение восстановилось. Недух вновь дал о себе знать в начале 90-х. Из-за очередной простуды зрение звезды снова пропало. Врачи говорили, что это пройдет. Мол, такая реакция. Слава Богу, мы вовремя спохватились. Слава Федоров и звездный российский офтальмолог Святослав Федоров с трудом, но вернул незрение, вспомнила артистка. В апреле 1986 года произошла авария на Чернобыльской АЭС. Уже в сентябре Пугачевой предложили выступить перед ликвидаторами катастрофы. Алла сразу дала свои согласия. Писал свои книги, если наступить завтра. Бывший администратор Пугачевой Олег на помощи. Перед поездкой нас предупредили, что нельзя принимать цветы. Желательно не есть, пить можно только водку или вино. А всю одежду посоветовали сжечь после концерта. Вспоминала поездку в Чернобыль Пугачево. И все равно мы хватанули рентген. У Иры Павнеровской, Кобзона и Барикина начались проблемы со здоровьем. В самой Аллы Борисовны после концерта в Чернобыле произошел сбой в эндокринной системе. В 1992 году с Пугачевой случилась другая напасть. Врачи обнаружили опухоль груди, к счастью доброкачественной. Но операции посчитали необходимы. Оперировали в Швейцарии. Увы, занесли инфекцию. Уже в России Пугачева почувствовала себя плохо. Из-за заражения крови состояние было критическим. Алла Борисовна потеряла сознание. Но российским врачам удалось вытащить именитую пациентку буквально с того света. Казалось, что Алла Пугачева не сгибаемая, сильная и вечно молодая. Но каково же было изумление поклонников, когда артистка выдала «Я старая, больная женщина». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...